Здравствуйте! Что на самом деле несет русский мир миру? От начала поломасштабного вторжения в Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. На бумаге ядерный арсенал России самый большой в мире. Вот Кремль размахивает периодически этой дубинкой, пытаясь взять мирный испуг. Вот только есть одна заковыка. Практически все эти ракеты советское наследие. А значит ядерный зонтик России на самом деле может оказаться дырявым. Это еще очень мягко сказано. В каком состоянии находится ядерный арсенал Кремля? Вот вам исторические факты от Александра Мельникова. Ядерный кулак России. Действительно ли он так крепок, как его молюют? Способны ли российские ракеты доставить ядерный заряд до цели? Это ржавый меч. Зачем Путин раздувает ядерные щеки в Белоруссии? Мы заглянули внутрь одной из ракетоносителей РФ и все выяснили. Эксклюзив программы. Началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось. Уже началось. Вот так диктатор Лукашенко, между прочим, бросает словцом о том, что российское ядерное оружие уже в Белоруссии. Бацька решил показать Западу Кузькину мать. Под дудку Кремля, конечно. В ответ на поставки оружия в Украину, Путин снова начал пугать Запад своим ядерным арсеналом. И заставил Минск сделать хорошую мину при плохой игре. Ведь после ряда неудачных ударов по Украине аналоговнетным оружием, мир увидел, что кинжалы, которые способны нести ядерный заряд, не так уж недостижимы. Поэтому возникает вопрос, действительно ли у России есть чем пугать мир? Есть ли там вообще ядерная дубинка? И главное, в каком она состоянии? Мы во всем разобрались. Не пропустите. Удар с воздуха. С земли. А также из-под воды. Именно так должна выглядеть так называемая ядерная триада. Россию причислили к перечню стран, которые могут поражать цели, используя три компонента. Межконтинентальные баллистические ракеты, стратегическую авиацию и атомные подводные ракетоносители. Есть стратегический уровень, когда там бомбят города, уничтожают просто континенты. Мы сейчас о ядерном вооружении говорим. И есть непосредственно тактический. Это когда войска для выполнения своих непосредственных задач используют тактическое ядерное вооружение, то есть небольшой мощности. Эксперты даже прикинули, сколько у России ядерного оружия. У России около пяти тысяч ядерных боеголовок. Из них только полторы тысячи – это стратегическое ядерное оружие. Многие из них в резерве. Но есть одно «но». Самый весомый удар по российскому ядерному арсеналу за всю историю, похоже, нанесла безъядерная Украина. После аннексии Крыма в 2014 году она просто отказалась обслуживать самое грозное ядерное оружие РФ – межконтинентальные баллистические ракеты. Лишь Украина могла это делать, поскольку в свое время именно КБ «Южная» их разработала. Им необходимо заменить РС-36М2, известную как «Сатана». «Сатана», которая, скажем так, уже довольно старая ракета. При этом обеспечивает на самом деле такой значительный кусок доставки ядерных боеприпасов. Похоже, в Москве по этому поводу серьезно засуетились. Однако не придумали ничего лучше, чем взять суперстарую идею и завернуть в новую обложку. И назвали это межконтинентальной ракетой «Сармат». Она, естественно, также аналоговнетная. Но в итоге все пошло не по плану. Они создают очередной миф, потому что эти разговоры, мол, они запустили ракету один раз, и все, они сразу принимают ее на вооружение и боевое дежурство. Это абсолютная чушь, и они это прекрасно понимают, даже в Кремле. Ядерный арсенал России десятилетиями пылился в подземных хранилищах. И это ахиллесова пята агрессора. Вы будете удивлены, но никто наверняка не может сказать, что это ядерное оружие сработает. Большая часть ядерного арсенала России, как и США, была создана во время Холодной войны, то есть более 30 лет назад. Ядерный арсенал России старый, поэтому его нужно постоянно обслуживать и совершенствовать. На самом деле, больше всего расходов уходит не на изготовление, а на содержание ядерного оружия. И вот на этом, я подозреваю, они существенно экономят. Более того, ядерный компонент такого оружия изрядно бьет по начинке самой ракеты, которая должна доставлять ее к цели. Ядерное оружие со временем просто может выйти из строя, потому что оно имеет чувствительные компоненты, которые портятся под воздействием радиации. К примеру, такие, как тритий. Его нужно регулярно заменять, а это довольно дорого. Вы должны понимать, ядерные боеголовки не создавались для того, чтобы их использовали там 50 лет. Во время Холодной войны их заменяли или усовершенствовали каждые 10 лет. Но главным врагом российского ядерного оружия оказалась кремлевская пропаганда. Там создали очередной миф о непобедимом ядерном кулаке РФ, который якобы пополняется современными разработками. Такими, как гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая может нести ядерную боеголовку и которую якобы не способна поразить западное ПВО. Но эта страшилка рассыпалась над Киевом в прямом смысле, когда сразу 6 кинжалов были сбиты Петриотом. И здесь всплывает еще один провал России. До 60% российских ракет, выпущенных по Украине, имели те или иные недостатки. Они банально не запускались или просто не попадали в выбранную цель. Такие данные озвучили американские спецслужбы. И это при том, что часть этих ракет может нести ядерный боезаряд. Одну из таких мы нашли и решили разобраться, что к чему. Это особое место. Здесь собран практически весь арсенал, которым Россия обстреливает украинские города. Все от дронов-камикадзе до баллистических ракет. Но среди всего этого есть один особый объект. Это крылатые ракеты Ха-55. Они созданы с одной целью – наносить ядерный удар. И такими россияне давно бьют по нам. Но есть один нюанс. Прилетают они с имитатором ядерного заряда. Что это такое, спросите вы. По сути, это обыкновенный металлический муляж, который крепится на место, где должна быть ядерная боевая часть. Они их используют для отвлечения непосредственно расчетов зенитно-ракетных комплексов сил противовоздушной обороны. И тут открылась еще одна правда о российском оружии судного дня. Недостаточно просто иметь ядерные бомбы. Их нужно как-то доставлять. Необходимы мощные носители. Этот компонент точно самый слабый в этом звене. Потому что эффективность перехвата таких ракет, которую демонстрируют военно-воздушные силы Украины, сверхвысокая. Суперракеты РФ вчистую проигрывают современному западному оружию. И к ядерному кулаку Путина еще больше скептических вопросов. То, в каком плачевном состоянии их так называемая ядерная триада, это стратегические ракеты, стратегические самолеты. А с подлодками там тоже есть огромные вопросы. Мы слышали о некоторых авариях на российском подводном флоте. И я не говорю о Курске. Я говорю про более поздние случаи. Это, конечно, не значит, что надо недооценивать опасность, которую несет ядерное оружие РФ, даже если отбросить неисправные ракеты и боеголовки. Ведь Россия привыкла брать количеством, а не качеством. Однако одно можно сказать наверняка. Успешная работа ПВО Украины заставила мир реалистичней смотреть на ядерный шантаж Кремля. Ключевая опасность не само оружие, а тот, в чьих руках это ядерная палка. Александр Мельников. Специально для телеканала Freedom. Аналогов нет. Помните эту популярную фразу, которой любили козырнуть в Кремле, представляя какую-нибудь новинку? Особенно часто мы это слышали, если речь шла о оборонке. Вертолет К-52, которым аналогов нет, танк «Армата» или ракета «Искандер». Все, что Москва показывала на публике, сопровождалось этой фразой, которая должна была подчеркнуть очередное великое достижение России. Пропаганда старалась, русские гордились. Вот, мол, посмотрите и обзавидуйтесь, вражины заграничные. Вам такое и не снилось. Русское оружие, аналогов нет. Но война в Украине показала, что фраза эта звучит немного по-другому. Когда сбитые вертолеты, ракеты и танки разобрали, оказалось, что русское оружие сделано из импортных деталей, без которых не поедет, не полетит, да и стрелять не будет. Выдавать чужое за свое Москва практикует уже очень давно. Взять хотя бы знаменитый автомат Калашникова, главную гордость российского военпрома. И вот вам исторические факты. Автомат Калашникова, АК или просто Калаш? Мифы и факты о самом массовом автомате в мире. Как Москва присвоила себе чужую разработку, и кто на самом деле создал Калашников? Как ты спишь? Из твоего оружия столько людей погибло. Зачем из этого оружия Кремль сделал культ? И какие секреты скрывает оружие массового изготовления? Да мать, его туда. Я сейчас точно все себе поломаю. Она осторожно разбирает свой автомат, чтобы не повредить маникюр. Но на фронте, конечно же, так не заморачивается. Там автомат стал ей как товарищ, который никогда не подведет. Он не убиваем, потому что простой, как дверь. Он не имеет важных пластиковых механизмов, которые могли бы выйти из строя. Дана Виноградова – спикер добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», на эмблеме, флаге и шевронах которого изображены два автомата. Меч, как орудие боя наших предков и дань современности – два автомата Калашникова. Они как раз ведут к логической цепочке исторической борьбы украинцев. Такого логичного ланцюжка исторической борьбы украинцев. Для украинских воинов АК – самое массовое стрелковое оружие на фронте. И не только для них. По разным подсчетам всего было произведено более 100 миллионов единиц. То есть одна шестая от всего стрелкового оружия на планете. Самый распространенный автомат в мире и стал, потому что Советский Союз его посылал, куда попало. Автомат Калашникова есть сразу на нескольких государственных флагах и гербах. В частности, Зимбабве, Мозамбико и Буркина-Фасо. Основное оружие подсоветских стран и армии соцлагеря – любимый автомат террористов и африканских повстанцев. Автомат Калашникова стал оружием действительно массового поражения. Из АК, по минимальным подсчетам, было убито несколько миллионов человек. АК – едва ли не единственный вид оружия, которое будет применяться во всех вооруженных конфликтах на планете, начиная с Вьетнамской войны. Некоторые говорят, как ты спишь? Из твоего оружия столько людей погибло. Я говорю, я сплю спокойно. Это политики виноваты, что они не могут договориться. На автоматах Калашникова Советский Союз, а затем и Россия, зарабатывали огромные деньги. После развала СССР из советских складов на черный рынок клынули миллионы АК. Именно об этом рассказывает герой Николаса Кейджа в фильме «Оружейный барон». После конца Холодной войны Калашников стал для русских главной статьей экспорта. Уж потом идут водка, икра, и писатели-самоубийцы. Но за всей этой военной статистикой кроется история, которую Советский Союз скрывал многие годы, и которая до сих пор, теперь уже в российских архивах, под грифом «Секретно». По официальной версии разработчик АК – бывший фронтовик Михаил Калашников. Советская пропаганда сообщает, что он спроектировал автомат в 1946-м, и уже в следующем году первый АК сошел с конвейера. Но как обычный танкист, старший сержант без образования, мог разработать оружие мирового уровня? И почему после АК он не создал ничего? Закончились идеи? Или творцами автомата на самом деле были другие конструкторы? А Михаила Калашникова, парня из народа, в Кремле просто назначили отцом оружие? Кто так вот будет связывать, он, значит, не имеет полной гарантии работы этого магазина. Эксперты указывают на любопытную деталь. В российский Ижевск, где производится АК, после войны привезли немецких специалистов во главе с главным оружейником Третьего Рейха Хуго Шмайсером. Есть рассекреченные документы. Немцы в Союзе занимались разработкой новых технологий производства и улучшали другое стрелковое оружие. О каком именно оружии шла речь, неизвестно. Зато многие указывают на сходство АК с немецкой штурмовой винтовкой СТГ. Автомат Калашникова выглядит ее улучшенной копией. Немецкий СТГ и советский Калаш не братья-близнецы. Эксперт по огнестрельному оружию Сергей Гриненко указывает на многочисленные отличия в конструкции. Но немецкий след у Калаша все же видно. Они взяли самое главное – концепцию новейшего оружия, которое имеет автоматический режим и промежуточный патрон. Вокруг автомата Калашникова много мифов. Один из самых распространенных – пуля АК пробивает железнодорожный рельс. Это полуправда. Если мы возьмем рельс для трамваев или шахтерских вагонеток и возьмем бронебольный патрон, это можно сделать. Еще один популярный миф – АК настолько неприхотлив, что его можно не чистить. Это миф. Каждое оружие нужно чистить после каждой стрельбы. Впрочем, оружие действительно очень неприхотливое. А главное – простое в обслуживании. Настолько, что Россия использует его в пропагандистских целях. Вот малолетние кадеты из российского Ставрополя демонстрируют, как быстро они могут разбирать автомат. Оружие в детские руки Кремль вкладывает не просто так. Таким образом режим готовит пушечное мясо еще со школьной скамьи. Россия становится все больше похожей на некоторые страны Азии и Африки, где террористы и повстанцы используют несовершеннолетних в своих армиях, разрушая детскую психику. «Автомат Калашникова» – это словосочетание стало настолько популярным в мире, что АК стал еще и информационным оружием. Появилось такое понятие, как культ Калашникова. Мы решили создать водку, насащее мое имя. Еще при жизни Михаил Калашников вместе с российскими бизнесменами попытался заработать деньги, продавая именную водку. Калашников есть во многих компьютерных играх и кинофильмах. В мире есть несколько музыкальных групп под названием АК-47. В Китае, например, это панк-рокеры. То, что это оружие, убившее миллионы людей, артисты не задумываются. Но некоторые музыканты все же используют бренд для пропаганды мира. Калашников переделывают на гитары, как колумбийский активист Сесар Лопес, который купил 12 автоматов для изготовления таких гибридов. Наша работа – возводить мосты между врагами, показывает, насколько бессмысленно воевать. Человек, которому приписывают создание автомата Калашникова, в конце своего жизненного пути признался. Я хочу в своем возрасте пожить в таком времени, когда на земле будет мир и спокойствие. Но сбыться этой мечте не судилось. Калашников скончался в 2013-м. Год спустя вооруженная его автоматами российская армия напала на Украину. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова